Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение книг Священного Писания и изучаем книгу «Исход» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И на прошлых занятиях мы с вами говорили на 30-31 главу книги «Исход». И сегодня будем говорить о 32-й главе книги «Исход» на 32-ю главу. И с вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николупереринской семинарии Сретенской и Российского православного университета. Итак, мы читаем 32-ю главу с 1-го стиха. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказала Амарон «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук, их, и сделал из них литого тельца, и обрезал резцом, и сказали они «Вот Бог, твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Такие слова и такие события, которые описываются в 32-й главе. Только совсем недавно мы с вами читали, как народ восклицал и радовался те заповеди, которые передавал им Господь, когда они вышли из земли египетской. Мы помним, как они говорили о том, все хором, все, что Господь заповедал нам, все мы исполним. И вот теперь мы видим такое падение, и странное их такое рассуждение. Они говорят, где этот человек Моисей, который ушел, мы не знаем. Дело в том, что Моисей удалился на гору Синай для поста и для общения с Богом, на 40 дней, и на 41-й день, как они посчитали, его нет, значит, мы не знаем, где он. Дело в том, что они не посчитали день вхождения, который Моисей и не считал. Он начал свой счет со следующего дня, и поэтому они уже и один день не могли потерпеть. И говорим, не знаем, где этот человек, не знаем, где наш Бог. Мы видим, какие чудеса Господь делал народу израильскому, и перед ним, и знамени, когда он выходил из египетской земли. Это и в самой египетской земле, это и язвы, и казни, которые были там, 10 казней. Когда он вышел, то народ провел Господь через Черное море и кормил их манной. И когда они хотели мяса, и давал им перепелов, и давал им воду. Но чудесами народ не вразумился, и это для нас с вами очень важное такое назидание, то, что чудеса не укрепляют человека в вере. Как сказано у апостола Павла в послании к Коринфянам, в 1 Коринфянам 14 главе, что чудеса и знамения – суть для неверующих, а не для верующих. То есть мы помним, как и от Иисуса Христа требовали чудес и знамений, и он их упрекал за это, говорил, что не уверуйте, пока не увидите какого-либо чуда. То есть чудо, оно только может как-то человека, может быть, немного отрезвить, и то мы видим, что вот все чудеса, которые происходили с народом израильским, они не укрепили их веру. И далее, как мы с вами прочитали, они сказали Арону, сделай нам золотого тельца. Арон их побуждает и говорит, что выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен. Здесь отцы церкви многие говорят о том, что он старался сыграть хотя бы на их чувство собственности и на чувство жадности, и думал, что, может быть, не посмеют они этого сделать, чтобы отдать что-то свое ради Бога, как так у нас, в общем-то, в жизни так часто и происходит, что мы готовы что-то отдавать и чем-то жертвовать, то есть только из-за своих каких-то целей, из-за своих таких вот выгод, из-за своей что ли. Но ради Бога не готовы. Арон это знал. Тем не менее, они это делают. И сказано, что весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес их к Арону. Здесь в Священном Писании в дальнейшем мы видим, что когда Моисей зашел на гору Синай для общения с Богом, то он оставил управлять народом Аарона и Ора. Ну, а Оре дальше больше в Священном Писании нет ни единого слова. И многие отцы церкви, в частности, Ефрем Сирин, он говорит о том, что, скорее всего, они убили Ора, который не хотел им делать золотого тельца, идола. И тогда, когда Арон увидел, что его убили, его сотоварища, то он испугался. Здесь в некой степени проявил какую-то слабость и боялся за свою жизнь. И тогда вот так воздействовал народ. Думаю, может быть, они побоятся за свое имущество и не станут отдавать свое ради каких-то фантазий о Боге, которые они придумали. Но тем не менее, это не помогло. Народ настолько был настойчив. И Арон уступает им и делает этого золотого тельца. Интересно, что по поводу, почему именно тельца. Многие говорят о том, некоторые комментаторы пишут, в частности, что когда Иосиф был в земле египетской, то он сказал своим правнукам и внукам и детям, чтобы когда, если они будут выходить из земли египетской, то не оставляли бы его костей там. Дело в том, что Иосиф был, как мы помним, вторым человеком в Египте после фараона. И поэтому его погребали по всем законам египтян. И есть вот некоторые, повторю, комментаторы, такие можно верить, можно нет. Но тем не менее, говорят, что Иосиф погрузили в определенный саркофаг и погрузили его в дальнейшем на дно Нила. Так погребали жрецов, в отличие от фараонов, которым строили пирамиды. И считали, что Иосиф вельможа, и поэтому его необходимо похоронить именно так. И вот когда народ израильский выходил оттуда, то в этом таком предании пишется о том, что якобы Моисей бросил табличку, где было написано «великий господин», то есть «великая сила». И сила всегда олицетворялась в Египте как бык. То есть на нем пахали, на нем возили тяжести. И поэтому считалось такой самой важной тяговой силой и самым важным механизмом, таким вот живым. И когда он бросил эту табличку, то якобы саркофаг с Иосифом сплыл, и они взяли этот гроб его и кости. Но один из евреев эту табличку, когда она тоже сплавно утаила, и когда вот теперь сейчас Арон будет бросать эти золотые серьги в определенные такой емкости, где они будут перевариваться, переплавляться вернее, то вот этот еврей тоже бросил туда эту табличку, на которой было написано «бык». Снова повторю, можно этому верить, не верить. Это такое вот предание есть. И вот так вот якобы получился вот этот телец. У многих людей золотой телец ассоциируется чаще всего с приобретением богатства. Это, в общем-то, в некой степени правда и правильная ассоциация. Но телец золотой может быть не обязательно каким-либо богатством. Идол, как сказано, в мире ничто, но тем не менее идол может быть и то, если человек делает какую-то подмену между поклонением богу и поклонением тому, что он придумал. Действительно, в Египте, конечно же, было поклонение и тельцу, но оно не было настолько распространено, как поклонение, например, Нилу, обрестлению фараона и других тотемизмов, которые были там. Это очень редкое, в общем-то, поклонение было тельцу. Но здесь вот народ израильский делает как бы выдуманного своего некого бога, об этом тоже говорят некоторые отцы церкви и комментаторы. Он выдумывает сам себе какого-то своего личного бога. Они говорят, мы не знаем, где Моисей и куда он ушел. Это похоже на некую форму такого неоязычества, которое сегодня распространяется в России, когда люди тоже выдумывают каких-то своих богов, стараются составить нечто такое, что якобы было прежде, как поклонялись наши предки. Не основы это ни на чем. Мы как-то об этом уже говорили. Нет никаких архифактов и исторических документов, которые подтверждали весь, всю ту самодеятельность в отношении религиозного поклонения, которое придумает сегодня современное неоязычество. Далее мы с вами читаем «Увидел сие Арон, поставил перед ними жертвенник и возгласил Арон, говоря, завтра праздник Господу». Мы видим, что Арон ставит жертвенник перед этим идолом, думает, может быть, они убоятся, вспомнят о тех праздниках, которые Господь установил для них, в частности Пасху, но людей это опять не останавливает. Они придумывают свои праздники. Сегодня нечто подобное тоже есть. Сегодня люди тоже выдумывают свои праздники, которые часто не основываются на каких-либо исторически положительных даже фактах. Ну, например, если так сильно не углубляясь, взять праздник 23 февраля. День, в общем-то, праздник, в общем-то, хороший, защитник Отечества. Но день очень сомнительный. Многие историки говорят, что в этот день, наоборот, было какое-то поражение Красной Армии, что тогда вот Сталин этот день вот так вот притянул, чтобы сделать какой-то день Красной Армии. Поэтому день защитников Отечества, хорошо бы, если бы это, например, был, я вот служил в армии два года, сержант запаса, хорошо бы, если бы этот день был, например, победа на Куликовом поле 1380 года. Или день вот народного единства, когда действительно пожарский князь и Минин подняли народное ополчение, и после выгнали поляков из Москвы все эти известные события, когда патриарх Ермоген поднял народ на защиту своей Родины. Вот этот день достойный, а это, я снова повторю, праздник хороший и нужный, необходимый, защитник Отечества, но день сомнительный. Вот здесь вот люди как-то сами свои тоже устанавливают праздники, они говорят, завтра праздник Господу, то есть сами назначают, и вот по этому поводу начинают, как дальше здесь описывается, они начали есть, пить, когда Моисей услышал все эти пляски, когда был на горе Синай, что они начали есть, пить и плясать. И вот об этом святитель Амбросий Медиаланский пишет следующее, цитата. «Погрязшие в грязи и барахтающиеся в ней попадают в сети вероломства, ведь народ сел, как сказано, есть и пить, и просил о том, чтобы ему дали богов. Поэтому Господь учит, что предавший свою душу этим двум родам порока, обжорства и пьянства, совлекает не шерстяную одежду, а одежду живой добродетели, которая покрывает покровом не временным, но вечным». Конец цитаты. Мы видим, что святитель Амбросий Медиаланский говорит, что такое состояние человеческого отношения к пьянству и к отношению к жизни, как пьянство и обжорство, совлекает с человека не просто покров какой-либо нравственности, но, подчеркивает, но вечный покров, то есть одежду вечной жизни. Итак, мы видим, что здесь говорится далее, чтобы египтяне не говорили, да, смотря на всё на это, интересно, какое поведение Моисею. «И сказал Господь Моисею, поспеши в 7 стихе сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе золотого тельца, сказали, вот Бог, и сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но, 11 стих, «Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великую и рукой крепкую, чтобы египтяне не говорили на погибель, он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их от лица земли. «Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которые клялся ты собою, говоря, умножая и умножу семя ваши, как звезды небесные». И далее в 14 стихе сказано, «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на свой народ». Видим, что по молитве Моисея, Моисей молится за свой народ, и здесь даже есть такие стихи, где он дальше опять будет предстоять в молитве и будет говорить, «Господи, если ты отвергнешь народ мой, то отвергни тогда и меня». Это 30, 30, 31, 32 стих. Моисей так и говорит, «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал меня». Здесь, когда мы читаем эти стихи, сразу вспоминается апостол Павел, который в послании к римлянам, 9 глава, 3 стих, восклицает, что, да, вот я всегда предлагаю открывать эти тексты и все проверять, так или иначе, все ссылки в Священном Писании. Это всегда будет полезно для нас и для нашего наседания, для исправления, для обличения, как сказано все в Писании Богодухновенно. Это 9 глава, 3 стих. Вот что здесь апостол Павел пишет. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, заметьте, говорит, не по вере, а за братьев родных мне по плоти». То есть апостол Павел настолько любил свой народ, настолько любил своих братьев, что сам был готов, говорит, я сам быть готовым отлученным от Христа. То есть готов пожертвовать сам всем своим и даже своей жизнью, даже отлучением от Бога, лишь бы только народ мой спасся и был с Богом. Такая любовь, такая самоотверженная любовь апостола Павла, и такая самоотверженная любовь, такую самоотверженную любовь мы видим и у Моисея. По этому поводу есть интереснейшие высказывания. Ну, например, что молится о молитве Моисея. Да, вот как пишет по этому поводу тоже святитель Амбрус Медиаланский похвала Моисею. Цитаты. Когда с горы Синай он спустился к Стану и увидел, что народ в нечестивой пляске ликует перед идолом, то, возгоревшись против них, он разбил скрижали и приказал, чтобы они убивали один другого, как мы далее увидим. Но когда народу угрожало всеобщее бедствие, он молил, что лучше ему умереть, только бы Господь не попустил погибнуть всему племени. И то, и другое благочестиво, и то, и другое славно, чтобы по праву беседовал с милосердным божеством тот, кто с любовью исполнял его заповеди. Тут же и другая добродетия является, когда по молитвам святых мы часто избегаем заслуженного наказания смертью. Действительно, народ израильский, на которого Бог разгневался, он должен был быть уничтожен. Но Моисею предстоит, подобно как и сегодня, как сказано, что молитвами святых держится мир. Как и сегодня предстоят святые угодники, люди, живущие благочестивой жизнью перед Богом, дабы народ не погиб, но возвратился бы к Богу и встал бы на пути спасения к жизни вечной. Здесь, что еще интересно заметить, что действительно Моисей обращается к левитам. 26 глава, сказано, «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левины, и он сказал им, «Так, говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделало сыны Леви, по слову Моисея, и пало в тот день около трех тысяч человек. Мы помним, что из земли египетской, из рабства вышло три миллиона человек. Здесь мы видим три тысячи, впадает в это идолопоклонство. Многие спрашивают, почему такая жестокость? Ответ очень прост. На самом деле, если человек болеет, например, раком, таким неизлечимым заболеванием, то часто здесь уже бесполезны какие-либо лекарства бывают, и таблетки, и врач говорит, срочно на операционный стол и применяет скальпель. Здесь Бог как бы применяет скальпель по отношению к народу Божию, для того, чтобы не заразился весь Израиль. Другие говорят о том, а как они знали, кто действительно таков, кто нет. Ефрем Сирин по этому поводу пишет, преподобный говорит так, что Бог влагал им в их ум, кто действительно был идолопоклонником, кто нет. Но есть и другие, например, слова, когда сказано о том, что когда Моисей разбил этого истукана, этого тельца, и растер его в порошок, и дал пить людям, и они пили. Почему? Что это? Зачем пить этот порошок, который был растерт, этот истукан, смешанный с водой? Дело в том, что в книге чисел мы находим указания на то, что если муж, например, или жена заподозрили в измене друг друга, но то та или другая сторона клянется, что измены не было, то они приходили на суд к священнику. И священник по повелению Божию тогда давал определенное им питье, то смешивают там какие-то частицы, землю, часть. И если человек клялся, и Господь так это делал, это была такая воля его, то после этой клятвы он должен был выпить. Если он оставался жив, то значит клятва была правильная. Если нет, то значит он клялся ложно. И здесь, когда, по-видимому, Моисей вернулся с горы Сина, некоторые клялись, что они не впадали в идолопоклонство, но Моисей, видимо, их проверял таким способом, который в дальнейшем в книге чисел описывается довольно-таки подробно. Но тем не менее, нас не оставляет все же сам факт того негуманного, как кажется иногда многим людям, отношения к этим людям, которые впали в идолопоклонство и жили среди народа израильского. Но, как сказано в священном писании, «Мои мысли не ваши мысли», — говорит Господь, «Мои пути не ваши пути». Бог знает, как лучше сделать для человека. Более такая, скажем, ну что ли, картина, которая приводит некоторых людей в смущение, это когда были умертвлены младенцы перед Рождеством Христовым. Это новозаветная история. Тоже некоторые говорят, ну как же так, как Бог допустил, что Ирод их убил. Но Божий промысел допускает это, потому как святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее, что эти младенцы на самом деле обрели венец мученичества, потому что, будучи еще младенцами, пострадали за Христа. А если бы Господь их не призвал в это время, то они были бы тогда в толпе, которая кричала, когда Понтипилат выявил Христа на паперть, «Распни его, распни его», и тогда они бы были соучастниками убийства Христова. А этот грех не простился бы им в их веке, потому как убийцы Христа не наследовали бы Царствие Божие. Поэтому Бог знает, как и что лучше. И есть такая притча о том, вот как три дерева, они стояли, одно дерево говорило, «Господи, я так хочу, чтобы если меня срубит плотник, чтобы из меня бы он сделал огромный корабль, я могла бы перевозить сокровища, святыни, возможно, иконы чудотворные по морям. Но когда это дерево было срублено, то из нее сделали обычную лодку. Но с этой лодки проповедовал Христос». Другое дерево, когда стояло, говорил, «Господи, как хорошо мне, если стоять здесь, но если все-таки плотник меня срубит, то хорошо, если бы из меня построили, может, какой-то деревянный храм». И пусть я там служил бы хотя бы бревном, люди бы молились, и я бы всегда присутствовала и охранял их от стужи. Но когда это дерево срубили, то из него сделали простые ясли для скота. Но в этих ясли охранился Христос. Другое дерево стояло и говорил, «Господи, я вообще не хочу, чтобы меня срубали, мне так хорошо, я ветками махаю, так приятно, здесь люди проходят, они скрываются от зноя дневного, и я бы готова так служить». Но тем не менее плотник подошел и срубил это дерево, и из этого дерева сделали крест, на котором совершилось дело нашего спасения. Поэтому наши мысли не Божьи мысли, как Господь говорит, что мои пути, не ваши пути. Промысел Божий все делает для того, чтобы спасти человека, как в этой жизни, так и для жизни будущего века. Итак, мы видим, что здесь народ отступает от заповедей Божьих, несмотря на то, что ранее он клялся и говорил все, что не скажет Господь, и вот впадает в это идолопоклонство. Для нас это снова и снова хорошее предостережение. Не будем думать, что стоим, потому что можем упасть. А если даем какие-то обещания, будем их стараться исполнять. Но если все-таки и пали, будем прибегать к Господу в покаянии для того, чтобы изменить свою жизнь и соединиться со Христом и во Христе.